В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике по состоянию на 19 октября достигло 9809 человек. За сутки подтвердили 68 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин на еженедельном оперативном совещании. Его провел глава Башкортостана Радий Хабиров. Всего выздоровели 8686 человек. Это 89% от всех заболевших. Врачи провели более 1,2 млн тестов на COVID-19. В медицинских учреждениях создали необходимый и постоянно пополняемый запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Инфекционный коечный фонд занят на 77%. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией глава Башкортостана озвучил ряд новых решений по борьбе с коронавирусом. Так, Радий Хабиров поручил развернуть инфекционный стационар в Республиканской клинической больнице имени Куватова и создать резервный коечный фонд в Уфимской городской клинической больнице номер 10. В декабре система здравоохранения получит дополнительные 300 коек в новом инфекционном центре. Он возводится в Стерли-Тамаке. Глава Республики поручил организовать во всех государственных учреждениях и на предприятиях работу медицинских инспекторов из числа сотрудников. Этот человек будет отвечать за входной температурный контроль, соблюдение масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований. Беременных женщин, работающих в государственных учреждениях и подведомственных организациях, переведут на дистанционный режим работы. Частным компаниям рекомендуют поступить так же, чтобы сохранить здоровье и обеспечить безопасность будущих матерей. Кроме того, нужно предусмотреть особый режим работы для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Глава Башкортостана поручил возобновить рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в транспорте в учреждениях массового пребывания людей. В Башкортостане появится Республиканский градостроительный совет. Создание новой структуры анонсировал глава региона Ради Хабиров. Совет должен обеспечить реализацию единой градостроительной политики на территории всей республики. Тем временем, аграрии Башкортостана в 2020 году намолотили более 4 миллионов тонн зерна. Это на 25% выше прошлогоднего показателя. Глава региона отметил, что за последние 10 лет это лишь второй раз, когда республика смогла перешагнуть эту отметку. Очередное заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией на территории Янаульского района прошло в понедельник 19 октября. О текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19 рассказал главный врач района Тимур Мадьяров. О проведении дезинфекции в многоквартирных домах доложил директор управления жилищно-коммунального хозяйства Руслан Весупов. Полная обработка подъезда проводится раствором хлорамина поручней, подоконников, почтовых ящиков, тамбурных и ауди-домофонных дверей. А также влажное орошение раствором хлорамина стен и потолков. На сегодня, значит, мы в марте с марта по август обрабатывали подъезды 2-3 раза в неделю. С сентября месяца проводим 1 раз в неделю. На сегодня 1 раз в неделю обрабатываем это 366 подъездов в тех многоквартирных домах, где собственники приняли решение оплачивать за комплексную уборку помещений многоквартирных домов. В 46 многоквартирных домах, это 111 подъездов, обрабатываем 1 раз в месяц. Это те дома, которые вообще не оплачивают за комплексную уборку подъезда. Помимо данных мероприятий проводятся работы по комплексной уборке подъездов. Это влажное подметание, это каждый день. И мытье полок 2 раза в неделю с добавлением дезинфицирующих средств. Это уже те дома, которые мы, собственники, примем. На сегодняшний день общая стоимость дезинфицирующих, дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах составляет 4 млн 461 тыс. рублей. Это с марта 2020 по сентябрь 2020 года. О том, как ведется контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли и обслуживания населения, рассказала главная специалист отдела по экономическому развитию и предпринимательству Лилия Мухединова. По объектам продовольственной сферы люди уже, магазины уже привыкли к тому, что они работают в масках, в перчатках и требуют от посетителей, от клиентов, чтобы те тоже были в соответствующих масках. Моя задача состояла на той неделе в том, чтобы проверить объекты непродовольственной сферы. То есть я проверяла больше магазины одежды. Вы находили комиссию? Я сама ходила, лично сама ходила. Как бы проверяла больше объекта непродовольственной сферы, то есть магазины одежды. Вот в субботу я прошлась, два торговых центра проверила и линии магазиновой по Ленина 8, затем по Советской. Это уже в пятницу как бы прошла. Ну, на дверях все эти надписи есть, то, что не обслуживаем без масок, что необходимо наличие масок у посетителей, у клиентов. То есть, как бы продавцы это соблюдают, но есть такие, которые уж сами заходят без масок. Но теперь вот на опыте скажу, они уже не пускают, в последние дни уже прямо не пускают в магазины. То есть возвращают, люди обижаются, но а куда деваться? То есть вот картина такая. Также на совещании обсудили все возможные меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в учреждениях, предприятиях и организациях Янаульского района. Было принято решение возобновить рейдовые мероприятия по общественным местам. Еженедельно, 20 октября, отмечается Международный день повара. Свой профессиональный праздник справляют все кулинары, кондитеры и технологи. Каждый день свои маленькие шедевры создают повара и кухонные работники детских садов нашего района. Подробности у Гульнары Сидиковой. Рабочий день повара начинается рано. К 6 утра, когда практически все еще спят, работа на кухне уже кипит. Гульнар с Грифулина в детском саду работает 5 лет. К своей работе относится с любовью. Говорит, что здесь получается даже вкуснее, чем дома. Хотя приготовить блюда для более чем 250 воспитанников – не такая простая задача. До этого работала в лагере, тоже повара. Но здесь 5 лет. На повара выучилась в Яноульском УК. Мне своя профессия нравится. Я люблю, когда получается вкусно. Радуюсь. Утро начинается с того, что мы ставим воду для бульона, компот, завтрак и кашу. Но кашу постоянно надо мешать, чтобы не подгорало. И за это время нам надо сделать пассировку. У нас с 5 часов до 8 один повар у нас. Потом уже к 8 приходят девочки-другие. Потом уже делают это побыстрее. Сидеть. Чаи распивать нам некогда. Может, кажется, что повара сидят и кушают только. Очень много работы. Детей, потому что много. Трудности. Кяжести поднимаем. Вот это. А плюсы. Каждая женщина должна хорошо готовить. И я, когда поваром только встала, поняла, как это все-таки надо делать. Хотелось, чтобы, конечно, количество поваров побольше было. Тогда было бы полегче. Так стараемся, справляемся и с таким количеством. Ну, главное, здоровья всем крепкого. Чтоб не болели. Чтоб не было всяких. У нас горячий цвет. Иногда бывает и пара наш парится. Надо, чтобы все аккуратно, осторожно. Чтобы не было всяких чипы. Чтобы все было хорошо. И не пригорало ничего. Сусана Абганеева поваром работает почти 30 лет. Сейчас делится своим опытом с молодыми сотрудниками. В 8 утра к моменту раздачи все готово. И пока помощники воспитателей разносят завтрак по группам, сами кухонные работники начинают готовить обед. Завтрак малыши съедают с удовольствием. Традиционная утренняя каша и полезная, и вкусная. Если ребята младших групп сосредоточены на самом процессе приема пищи, то в подготовительной группе уже точно знают, что значит профессия повар. Повар – это кто готовит еду для детей. Очень вкусно. Он готовит всякие супа, каши. Я хочу стать поваром, потому что они вкусно готовят. Повар – это который готовит вкусную еду. Суп, каши, пюре. Вкусно готовят. Мне нравится. Кушаю вкусно очень. Поварам спасибо. После завтрака с новыми силами ребята приступят к занятиям. А на кухне работа не прекращается. Здесь готовятся блюда к следующим приемам пищи. Такой привычный, кажущийся незаметным и обыденным для многих труд поваров, между тем, значителен. Ведь питание – одна из главных потребностей для каждого человека. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. С 19 октября в Башкирии стартовала акция «Внимание, дети», направленная на профилактику детского травматизма на дорогах. Так, с начала этого года совершено более 300 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Более 330 маленьких пассажиров и пешеходов получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, есть пострадавшие и в нашем районе. 15 октября 2020 года примерно на 8 часов на 7-м километре автодороги «Нефтекамск-Энергетик» водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем марки «Хёндай Санта-Фе», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на 8-летнюю велосипедистку, которая двигалась по правой стороне обочины. После чего автомашина съехала в Кювейт, а девочка получила телесные повреждения. Данный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После чего ребенок был госпитализирован в городскую больницу города Нефтекамска. Также на территории Наульского района и города Наул проводится профилактическая акция «Внимание, дети!». Она стартовала с 19 октября и будет продолжаться до 6 ноября текущего года. Госавтоинспекция рекомендует родителям ежедневно напоминать своим детям о строгом соблюдении правил дорожного движения. В последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий на наезды на несовершеннолетних детей. Также, уважаемые водители, хотелось бы напомнить, чтобы вы были предельно внимательными на дорогах, особенно возле детских учреждениях. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Ночью плюс три, плюс один, днем плюс один, плюс четыре. Берегите себя, одевайтесь теплее. Субтитры создавал DimaTorzok Русские не потеряли ни одного корабля. Потери турецкого флота составили 60 кораблей. Один только флагман русской эскадры Азов уничтожил пять турецких кораблей. Согласно лунному календарю, каждый день особенный. В аптеках Фармленд тоже есть свои особенные дни. Небольшой выгоды. 20 октября в Фармленде скидка 20% на БАДы, активную косметику, ортопедию, медтехнику и средства гигиены. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Боже, меня храни! Я здесь власть! Власть, говоришь? Все в наших руках! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok